Аппарат полпреда по защите прав предпринимателей подвел итоги своей работы в минувшем году. 2020 прошел под знаком не только борьбы с коронавирусом, но и минимизации последствий введенного локдауна. Ведь очень многие субъекты предпринимательства оказались на грани разорения. Этого удалось избежать во многом благодаря работе бизнес-омбудсмена. Когда год назад в стране объявили локдаун, бизнес-сообщество сразу поняло – дело плохо. Остановка работы означает невозможность платить зарплату и налоги. Перед многими замаячила угрозу банкротству. Правительство страны заявило о целом ряде антикризисных мер. Однако не все оказалось так гладко. Первое – это отсутствие единообразия в подходах к определению пострадавших отраслей. Второй момент связан с ограничением отдельных сфер бизнеса. Не было оправдан. Третий момент – многие предприниматели Тверской области получили новые счета завода отведения. Без отбора проб, проведения необходимых анализов. И иногда этот рост был кратным. Не говоря уж о том, что зачастую банки необоснованно отказывали предпринимателям в выдаче госкредитов. Эти и другие проблемы решал региональный бизнес-омбудсмен совместно с общественными организациями. Такими, как Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и другие. Помимо этого, вместе с прокуратурой пришлось бороться с попытками отключения предприятий от электричества. Мы одни из первых в России сформировали практику предостережений. И вот благодаря такой взвешенной, четкой, быстрой реакции областной прокуратуры и межрайонных, муниципальных прокуратур, здесь и отключение системообразующих предприятий, и малых объектов общепита допущено не было. Попутно законодательные инициативы Тверского бизнес-омбудсмена были успешно восприняты как на региональном, так и на федеральном уровне. В частности, об отсрочке оплаты по договорам купли-продажи государственного и муниципального имущества. Кроме того, аппарат Палпреда переправил в правительство Верхневолжье 36 предложений, выдвинутых предпринимателями. В итоге они вошли в региональный антикризисный план.